Глава региона Александр Цибульский побывал на востоке округа с рабочим визитом. В минувшую пятницу временно исполняющий обязанности губернатора округа вместе с руководителями профильных департаментов и органов власти посетил самые отдаленные поселки региона. Первой остановкой стал поселок Усть-Кара. Подробнее о поездке расскажем в нашем следующем сюжете. На снегоходах и волокушах делегацию везут к фельдшерско-акушерскому пункту. Медсестра ФАПа Павла Лавыгина проводит экскурсию по медучреждению. Глава региона интересуется, налажена ли в поселке связь с телемедициной. Как оказалось, работе с оборудованием обучен не весь персонал. Это же для чего-то здесь стоит. Телемедицина же должна постоянно работать с учетом вашей специфики. Ну вот сейчас писать, если пришел кто-то, и вы не знаете, что делать, с какой-то болезнью, вам надо связаться. Мы обязательно связываемся со специалистами. Ну давайте свяжемся. Нет, по телефону просто связываемся, разговариваем. Продолжая осматривать фельдшерско-акушерский пункт, Александр Цибульский затронул тему лекарственного обеспечения. Медсестра заверила, что трудностей с поставкой медикаментов нет. Но есть проблема с обеспечением маленьких жителей Усть-Кары молочными смесями. Об этом при встрече с главой региона рассказала одна из местных жительниц. Мы ходили в начале 3 ноября на прием с маленьким ребенком. Мы не получили до сих пор этого питания. Нет его. 3 ноября? Прошло 3 недели почти. Уже больше 2 недель. У меня ребенок голодает. Мы ходим по поселку и попрошайничаем. А подкормки нам еще рано. Как выяснилось в ходе разговора, с этой проблемой молодая мама никуда не обращалась. Александр Цибульский поручил руководителю департамента здравоохранения Ненецкого округа Сергею Сверидову решить вопрос с обеспечением Усть-Карцев детским питанием. Вот сейчас Сергей Анатольевич, наш руководитель департамента здравоохранения округа и социальной защиты, он сейчас вам оставит свои контакты и все по этим вопросам отработает. А вам надо как-то посмотреть, чтобы все-таки запас детского питания, вы же знаете, сколько у вас детей новорожденных, но какой-то запас был. Не только был, ну не знаю, если это проблема какими-то нормами в округе, значит надо по ним посмотреть, чтобы была возможность сделать какой-то запас. Но это же нельзя, если действительно там дети голодают. Куда лучше обстоят дела с обеспечением населения товарами первой необходимости. В магазине Карского потребительского общества довольно широкий ассортимент продукции. Это отметили все делегаты. Расплатиться за покупки можно банковской картой. Еще один социальный объект, который осмотрела делегация округа – поселковая школа. Часть кабинетов нуждается в обновлении оборудования, в том числе кабинет информатики. Недостаточно оснащены кабинеты физики и химии. Осмотрел глава региона и новый детский сад, построенный на средства нефтяников. Просторные группы, современное оборудование, новые игрушки – все, о чем мечтает каждый дышкаленок. В рамках рабочей поездки в Усть-Кару глава региона встретился и с населением. Жители поселка говорили о необходимости строительства нового жилья. О развитии своего бизнеса Александру Цибульскому рассказал начинающий бизнесмен из Усть-Кары Павел Белорусов. Индивидуальный предприниматель в моем лице будет отправлять нашу Ревуку в Россию путем через Воркуту, железной дорогой. У нас такие партнеры, как Киро, 100 тонн наладить, также Белгород, также Котлас, Архангельск. И в этом году мы планируем в Наринмар закинуть порядка 20 тонн. Временно исполняющий обязанности губернатора округа поддержал идею начинающего предпринимателя и поручил руководителю профильного департамента рассмотреть возможность оказания поддержки сельским предпринимателям на транспортные издержки. Частная инициатива карских рыбаков обеспечивает работой 15 жителей поселка, а жителей НАУ и других регионов России свежей рыбной продукцией.